Дорогие друзья, я всех приветствую, и в эфире новая рубрика от лаборатории школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова, интервью со звездой гипноза. И сегодня у нас в гостях великолепная Сусана Тритяченко. Я благодарю, что вы нашли время и пришли сегодня поговорить на тему гипноза, потому что наша лаборатория, исследовательская лаборатория, как раз занимается тем, что мы работаем в теме гипноза и исследуем разные границы, разные вопросы вообще всего того, что нас волнует. И это интервью мы создали для того, чтобы посмотреть эту кухню изнутри, как живут гипнологи и слиперы, что у них происходит в жизни, как они на себе действительно проживают, что ли. Вот это чудесное состояние, когда ты находишься в гипнозе, когда ты работаешь, когда ты применяешь на практике для своей жизни в том числе, да, вот те инструменты, которые мы получили в школе, в школе Никиты Бурлакова. Два слова буквально про Сусану. Это профессиональный маркетолог, бизнес-консультант, но каким-то волшебным образом оказалась в школе Никиты Бурлакова. Расскажите, Сусана, каким ветром вас занесло гипноз? Здравствуйте. Первый раз с мировоззрений данной школы, которая основана на Майкле Ньютоне, я столкнулась еще в 2000-х годах, тогда умер мой папа. Я искала какие-то книги, литературу, это был 99-й год, начала в 2000-х годах. Для того, чтобы поправить свое моральное состояние, я очень страдала. И цитал книг «Путь души» Ньютона мне очень здорово помогла. На самом деле я потом в процессе жизни рекомендовала людям, которые страдают от бывших родственников, почитать данную книгу, которую многим ставят на свои места, хотя часто она противоречит тому или иному мировоззрению. У меня всегда была мысль, что хочется в чем-то подобном было участвовать, но никогда не было времени. Есть карантин, очень много времени у всех свободных, мне попалась реклама Никиты, достаточно хорошая реклама школы. И я с удовольствием обучилась, обучение было легкое, для меня доступно, понятным языком, хорошими программами. И сейчас я занимаюсь больше гипнологией, меньше, как слипер, я считаю, у меня получается, но занимаюсь как хобби. То есть мне это нравится, мне это интересно, я работаю со своими близкими, со своим окружением и, в принципе, занимаюсь своим моральным состоянием. И мне здорово помогает данная практика. Так, вот это ключевое слово помогает. Давайте мы здесь поподробнее. Расскажите, вот период времени уже, ну, таковы бы понятные уже, да, уже можно подвести какие-то даже предварительные итоги. Все-таки вот как вы зашли, да, в обучение, прошли его и сейчас. Это разные люди, это с разным вообще, ну, ощущением, что ли, себя. Вот этот момент, расскажите, насколько произошла вот эта вот, может быть, трансформация или изменение, или вот, ну, что с вами происходит? На самом деле я не могу сказать, что я зашла и вышла другим человеком из этой школы. Наверное, ну, немножечко мировоззрение мое поменялось вот еще тогда, когда я столкнулась, предположим, со всей этой теорией. Но что мне дала именно практика? Ну, во-первых, я использовала те или иные медитации, безусловно, до, и как бы состояние легкого транса для меня не секрет. Я прошла, что усиливаю там и так далее. Вот, но так глубоко погрузиться, скажем, в прошлые жизни, найти причинно-следственные связи, применить их в своей жизни, понять многие проблемы, которые раньше вызывали, скажем, только негативные эмоции и переживания. А сейчас ты к ним просто приходишь как к узлам, как к причинно-следственным связям, а воспринимаешь их уже достаточно с правильно холодной головой. Это очень важно при принятии решений, особенно когда это близкое окружение. Ну, вот с этого момента еще поподробнее, да? Приведу, ну, скажем, ну, много было решений каких-то проблем за счет этой практики, то есть мы и гипнотерапию хорошо практиковали. Положим, я участвовала с несколькими соучениками, мы и страх публичной речи, собственно говоря, у моей коллеги прорабатывали. Я была гипнологом, и мне кажется, достаточно успешно. И уровень жертвы снижали у одной дамы, и даже с ожирением работали. Как бы я некоторые свои вопросы рассматривала по гипнотерапии, я считаю, очень действенная практика. А положим, при просмотре кармических узлов у меня как раз получилось вместе с моей коллегой были очень похожие проблемы при взаимоотношении с детьми, скажем, взрослыми, да? И, ну, любая мама по этому поводу очень здорово нервничает, что для нас может быть важнее, чем наши собственные дни. Наверное, ничего. И когда мы стали просматривать параллельно, откуда эти кармические узлы, откуда они тянутся, каким образом они завязались, чтобы сейчас пришлось их разрязывать, мы синхронно вводили друг друга, то есть сегодня я гипнолог, завтра она, и смотрели в прошлой жизни, где мы сталкивались сущностью, которая в данный момент является моим ребенком. И мы увидели, что в прошлых жизнях это были люди, которым было наше отношение зеркальным, когда завязался этот узел. И положим, в этой же жизни мы получаем зеркальный ответ, все имеет причинно-следственную связь. Я вам хочу сказать, что материнские боли в сердце моментально прошли, и сразу это стало видно, почему так происходит, что послужило причиной, каким образом реагировать. И ты смотришь на это уже не как пациента, а как доктор. Совершенно другое отношение к ситуации. Это важно. И когда выключаешь важность, попадает, собственно говоря, и накал. Поэтому, и что еще интересно, положим, если бы я посмотрела только сама, я, возможно, не сделала бы, ну, такие обширные выводы. А когда я смотрела на своих проблемах и на проблеме своего слипера, и я видела у нее аналогичные вопросы. То есть вторая картинка помогала разобраться более досконально. И мне кажется, ей это помогло тоже здорово. Вы прям затронули сразу несколько таких глубоких, важных тем. Ну, во-первых, то, что ваш слипер, это не случайный человек в вашей жизни, уже понятно совершенно точно. То есть вы таким образом как бы друг друга дополнили и встретились для того, чтобы разобраться в своих кармических узлах. Она с помощью вас, а вы друг друга дополнили таким образом, чтобы, как вы говорите, глубина появилась, понимание этой истории. И вторая тема о том, что встреча здесь душ в этом воплощении, она тоже не случайна. То есть вот это как раз проработка того, что было в прошлых каких-то воплощениях, да, где там, как говорят, мы там накосячили, что-то вот такое. Я думаю, не всегда, но... Ну, у каждого свое. Я не говорю, что мы обязательно должны, ну, как бы абсолютно что-то в прошлой жизни. Частенько бывает, что мы просто зеркалим в этой жизни, и тоже нужно разбираться, была ли эта душа в прошлом воплощении, могли ли вы там встречаться. Вот. И вот это вот, кстати, интересно, потому что я, когда разбиралась со своими ситуациями, я видела людей, ну, правда, в далеких, так скажем, не близких со мной отношениях из прошлых воплощений, да, но которые тогда вот тоже была такая эмоционально очень сильная завязка, и сейчас мне здесь ее, ну, как бы тоже нужно вот развязать. Приходится развязывать. Тоже развязывать, да, и вы совершенно правильно заметили, что как только ты понимаешь, как только ты вообще разбираешься в этой ситуации, сразу важность отпадает, а когда отпадает важность, то ты эмоционально уже там не бурлишь, да, как вы говорили, там, бессонные ночи проходят, уже, ну, как со светлой и холодной головой, уже, ну, просто, ну, да. Да, 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 ты уже понимаешь вообще, что, откуда, откуда ноги растут. Ну, это удивительный опыт, я вам благодарю, что вы поделились таким личным. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете со своими близкими людьми, да, там, смотрите их, с чем, с какими вопросами к вам приходят? Что хотят люди получить все-таки от гипнолога, вообще от гипноза, да, и получают ли они это? Ну, смотрите, положим, когда люди приходят действительно со своими проблемами, то мы же просто смотрим, может быть, это гипнотерапия и как бы все замечательно, а может быть, нужно более далеко смотреть. Может быть, просто человек, когда достаточно качественно расслабляется, заряжается энергией, и у него здоровье уже улучшается. Но в основном-то приходят с любопытством. А, вот так даже, да? Конечно. Очень интересно. Половина узнала, что они не Гитлеры и не Клеопатры. Вот, ну, это все достаточно интересно. Конечно, многие разочаровались, но приходили еще. То есть, ну, на уровне действительно больше любопытства изначально. Но на самом деле проблемы тоже поднимаются. Ну, вот скажите, пожалуйста, если вот человек приходит, ну, действительно, вот, ну, с такой серьезной проблемой, ну, обычно это люди, те, которые поперепробовали уже действительно докторов, психологов и, быть может, каких-то других, были в других каких-то эзотерических, да, темах. Но вот, ну, не решалась какая-то там проблема или задача. Обычно бывает уже такое, последняя инстанция – это гипноз, когда уже, эх, ну, ладно, то есть вроде как страшно, да, и вроде как вообще непонятно, что это может объяснить вот так трудно языком, да, вот, что это такое. Вот, даже вот, ну, по хиромантии ты понимаешь, что ты показываешь руку, там, линии, и вроде как там связь, да, и там астрология, вроде там какие-то звезды, даты там и так далее. А здесь вот, ну, Бог его знает, что там там мое подсознание покажет, что там мои тонкие тела, как их увидят, да. И вот, тем не менее, когда появляется человек, закат, вот мы перед записью говорили про то, что приходится какой-то проблемой. Может ли он уйти с решенной проблемой или все-таки он может уйти с этой же проблемой и почему вот эта вот разница, да, помог, не помог гипноз, разобрался, не разобрался. Смотрите, Елена, я не практикую, так сказать, в промышленном смысле. У меня это все равно находится на уровне хобби, поэтому у меня нет громадного опыта, скажем, людей, которые незнакомые приходят ко мне с улицы. Из незнакомых людей я, может быть, работала человеками с пяти и на этом все. Поэтому негативного опыта у меня не так и много. У меня есть всего один негативный опыт, когда я не смогла человека вести в транс, человек военный. И как он мне старался. Мы с ним пытались много раз, ему очень хотелось. То есть даже на уровень представить себе лимон, насколько он кислый, ничего не происходит. Да вы что? Да, вот такой негативный опыт у меня был. Как я ни пыталась, ничего у меня не получилось. Но если мы все-таки входим в транс и включается подсознание человека, непременно перемены происходят. Потому что, ну, во-первых, я хорошо знаю, что схема работы должна не сильно меняться, чтобы человеку не навредить. То есть нужно строго придерживать все это, строго придерживать правила работы, скажем, в тоже гипнотерапии. То есть нужно делать все так, чтобы человеку стало лучше. Если мы на уровне транса с этим работаем, у него вариантов нет, чтобы ему лучше не стало. То есть максимум, что может быть, он может в первого раза полностью не пройти свой вопрос и полностью не осознать. И второй, третий раз просто он догоняет. На самом деле проблема, конечно же, решается. То есть здесь просто, если стал на этот путь и идешь по ним до конца, и идешь правильно, то вариантов нет. Проблемы раздражаются. То есть приходит осознание. Все, конечно, осознание знает все. Да, да, да. Если мне уходить, задавать вопросы, ответы придут. Ответы придут. Я благодарю, Сусанна, за этот такой удивительный, такой живой, с примерами разговор. Вы так обстоятельно, и мне так нравится ваша подача, такая очень спокойная, такая, знаете, как осознанная, что ли. Вот вы вот человек, которому прям можно доверять. Я понимаю, что вот ваш опыт, он будет полезен тем, кто смотрит нас, потому что кто-то выбирает идти в гипноз по разным причинам. Кто-то действительно с какой-то острой болью, чтобы разобраться с проблемами, я не знаю, в отношениях, или там даже, может быть, смерти близких не могут справиться. А кто-то, кто-то расширяет свои компетенции, потому что раньше занимались там, ну, чем-то другим, там, ну, предположим, там, астрология. То есть это профессиональная деятельность. Кто-то, это профессиональная деятельность, а кто-то действительно, вот как вы, заходит для того, чтобы внутренне разобраться, разобраться вот в себе, своим близким окружением. И как вот, кстати, говорит Никита там на своих курсах, начинайте всегда себя. И когда вы начинаете меняться, ваше окружение автоматически вас зеркалит и начинает также меняться. Не нужно каких-то особых, предлагать усилий, что ли, чтобы изменить окружение, там, изменить мужа, там, который там что-то там не так делает, или детей. Вот когда внутренне вот это идет работа, да, то вот это самое, то это мы видим, конечно же, в своей жизни. И я благодарю вас за этот откровенный разговор. И по традиции у нас в конце нашего диалога я прошу нашего гостя, ну, какие-то пожелания сказать зрителям, или там, может, не знаю, какие-то рекомендации, или вот что-то такое. Вот все, что вы хотите, скажите зрителям, будьте добры. Ну, из пожеланий, безусловно, учитесь, развивайтесь, разбирайтесь в себе, помогайте близким. А из пожеланий, будьте аккуратны, старайтесь делать правильно, учите матчасть. То есть все нужно учить, и все нужно делать правильно. Тогда у вас все замечательно получится. Ну, правильно-то вы имеете в виду, наверное, с учителями, с проводниками. Конечно, конечно, конечно. То есть нужно не фантазировать, нужно изучать материал и придерживаться тому, чему вас научили. И все свои новые фантазии вначале проверять, потом уже предлагать. И сегодня у нас заканчивается наш эфир. Я еще раз благодарю Сусанну, благодарю всех, кто зашел к нам на огонек. И жду в следующие наши эфиры встречи со звездой гипноза. И всего доброго, обнимаю сердцем. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, Иль, да, она очень приятна. Благодарю. Благодарю вас. До свидания.